ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Семь участков дорог в Кирове уже долгое время являются наиболее опасными с точки зрения аварийности. По данным ГИБДД, это перекрестки Воровского и Октябрьского проспекта, Московской и Производственной, Дзержинского и Центральной, а также участки по адресам Производственная, 8, Щерса, 95, Карла Маркса, 7 и Проспект Строителей, 1А. Чиновники и автоинспекторы думают над тем, как сделать их безопаснее. Одна из мер возвращения на перекрестки – табло с обратным отсчетом времени. Это, в частности, должно произойти на улице Ленина. ТРАССА СТО ОДИН Летом и в начале осени этого года в нашей стране существенно вырос спрос на поддержанные автомобили премиум-сегмента Porsche, Land Rover, BMW, Lexus и так далее. По данным сервиса Авито, их популярность увеличилась в среднем наполовину, а в сентябре – почти в два раза. Средняя стоимость такой машины в возрасте до трех лет составила порядка трех миллионов рублей. Наибольшее оживление спроса в упомянутом сегменте характерно для Москвы, Петербурга, Краснодара и Казани. ТРАССА СТО ОДИН Китайская марка Great Wall после пятилетнего отсутствия в России возвращается, правда, с моделью, которая заведомо не будет пользоваться большим спросом, потому что непопулярны у нас пикапы. Да, речь идет о пикапе Wingel 7 с семикрылой. Стоимость машины пока неизвестна. Оснащаться она будет либо бензиновым 150-сильным мотором объемом почти 2,5 литра, либо турбо-дизелем на 143 лошадиные силы. Трансмиссия в обоих случаях механическая. ТРАССА СТО ОДИН Опель, возобновивший в прошлом году продажи машин в России, собирается расширять модельный ряд. В 2021-м для покупки станет доступен субкомпактный кроссовер Crossland, показанный три года назад. У новинки будет пять вариантов силового агрегата, три бензиновых на 83, либо 110, либо 130 лошадиных сил, и два дизельных мощностью 110 или 120 лошадей. Привод только передний. ТРАССА СТО ОДИН Горьковский автозавод представил электрическую «Газель», которую собираются запускать в серию. Машина весом почти 5 тонн и грузоподъемностью 2,5 тонны, оснащена электродвигателем на 136 лошадиных сил. При полностью заряженном аккумуляторе можно проехать 120 км, максимальная скорость – 100 км в час. При желании в авто уместится дополнительный комплект батарей, что увеличит запас хода почти в два раза. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова